Своими глазами Системное заболевание воспалительного характера, которое характеризуется воспалением сустава. Сустав, насколько мы знаем, состоит из капсулы сустава и многие компоненты сустава, а суставы бывают простые и сложные, суставы из большей суставной поверхности и в результате воспалительного характера они разливают артрит. Артрит характеризуется болями, которые не зависят от физической нагрузки, боли воспалительного характера, то есть они постоянные. И еще характеризуется отечностью сустава, удренней скованностью и краснотой сустава. В зависимости от болезни, о болезни бывают иммуны, где факторы, которые вызывают этот артрит, неизвестны. И есть артриты, первичные артриты и вторичные артриты, если в общих чертах говорить. Вторичные артриты – это как осложнение других болячек и при гепатитах, и при других воспалительных заболеваниях внутренних органов, как колит, язвенный колит. Вторичные артриты при кишечных заболеваниях, инфекционных заболеваниях, при туберкулезе бывают артриты. Аутоиммуны артриты – это артриты, при которых причина развития неизвестна, но подозревается, что это генетическая предрасположенность, вирусы вызывают. И чаще бывают у молодых, но ревматоидный артрит в последнее время встречается, и у довольно взрослых людей после 50 лет. Характеризуется поражением в мелких суставах, как рук, так и ног, с нарушением активности суставов в общих чертах. Есть артрит в составе других аутоиммунных заболеваний, как лупус эрикематоз или красная волчанка. При склеродермии развивается довольно серьезный артрит. Артрит – это вообще заболевание суставов, да? Суставов. А что происходит с суставом при артрите? Воспаляется суставная сумка сустава, воспаляются связки сустава, что дает нам припухлость, отечность, красноту и нарушение движения. А какое лечение при артрите? Лечение, поскольку артрит, или первичный, или вторичный, это воспалительный процесс, конечно, медикаментозное лечение. И надо, во-первых, обращаться к семейному врачу, который направит к ревматологу, и ревматолог назначит соответствующие обследования. Потому что вторичные артриты обычно бывают при заболеваниях, которых я рассказала. И в зависимости от главной патологии, иногда надо лечить главную патологию, и потом лишь артрит, как сопутствующие патологии, назначаются как антибиотики, противовоспалительные. Противовоспалительные надо принимать строго по назначению, после еды. То есть не заниматься самолечением? Самолечением ни в коем случае, потому что противовоспалительные препараты вызывают довольно сложные осложнения, как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны органов крови. Надо принимать их после еды, после приема гастропротекторов. И надо принимать их долго. При первичных артритах лечение длится годами. При первичных артритах есть и лечение гормональными препаратами, как местного характера, так и таблетки. Есть лечение артритов, первичных артритов биологическими препаратами. Это довольно сложное лечение. Займается кафедра ревматологии и мифрологии в Кишиневе. Этими методами лечения мы их больных направляем на консультацию главного ревматолога данного группа. Презни суставов приводят и к инвалидности. Для того, чтобы не допустить это, надо ранее обращение как к семейному, так и к ревматологу. И отсюда уже начинается весь процесс. Лечение, выздоровление, или нет выздоровления, значит, дальнейшего лечения в условиях дневного стационара, нашего отделения, которое известное наше отделение, где мы лечим всех больных ревматологического характера. В физпроцедуры, санаторно-курортное лечение очень хорошо помогает этим больным. Но больные должны быть под наблюдением. Обычно это бывает обострение весной и осенью. Люди должны любить себя и беречь суставы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова